Здравствуйте, уважаемые зрители живого телевидения! Я, Эдуард Шульман, открываю июльский свой хронотоп июльскими днями 1917 года. Чем в те дни занимался Ленин, расписано по минутам. 7 июля, все даты по-новому, закончился съезд Советов. На той трибуне побывал вождь дважды. Плюс знаменитая реплика, после которой в собрании сочинений проставлено аплодисменты, смех. «Никогда не забуду, – говорит очевидец, – каким долгим, несмолкаемым хохотом встретили товарища Ленина, когда он заявил, что наша партия готова взять власть в любую минуту». Другая речь не меньше развеселила публику. Тотчас откликнулся сатирический журнал. Дескать, широкие народные массы под руководством товарища Ленина поймали тощего, изможденного трудами, миллионера. И давай выпытывать буржуинские секреты. Особо усердствовал, обратите внимание, маленький, низкорослый кавказец. «Нет, – говорят, – в Отечестве пророка. Но дело тут не принципа, а срока». А сроки-то подоспели, съезд закрылся. И Ленин отправился не домой к жене и старшей сестре с зятем, а на Фурштадтскую улицу Дмитрию Васильевичу Стасову, ухватившей, извините, под ручку хозяйскую дочь Елену Дмитриевну. Квартира известная, с немалой кубатурой, здесь устраивались платные на пользу революции, лекции и концерты, набивалась, не слишком теснясь, человек полтораста-двести. Отчего ж Ленина не приютить? Пускай даже с младшей сестрой, Марией Ильиничной, без которой из осторожности вождь будто бы никуда не ходил. А еще, по слухам, подселилась семейная пара Зиновьевых. И гостили вроде бы до 11 июля, когда Ленин с сестрой точно отбыли на дачу в Финляндию. Собирались-то раньше, да, бастовали железнодорожники. А 11-го возобновили работу. Ну и поехали. Причины такие. А. В целях безопасности. Б. Отдохнуть и поправить здоровье. И значит, недомогание удержало Ленина от присутствия на конференции петроградских большевиков. Они собрались 13 июля на экстренное курсивом совещание. А вождя нет как нет. Только через несколько дней с разгаром июльских событий извлекли его из Финляндии с дачи. Тряся в пригородном вагоне, как мы в утренней электричке, среди газетного шелеста, шороха, шепота Ленин, Ленина, Ленину, по привычке загадывал, не сцапают ли на границе, где в Белоострове проверяли документы. Но милиция, уже милиция, не среагировала на фамилию Ульянов. Ну и пробрался с грехом пополам на извозчике в штаб революции, в особняк Кшесинской и промямлил с балкона краткую речь, извинившись перед матросами, что ослабел горло. А может, как в октябре закружилась голова, мир Швиндельд сказал будто бы Троцкому голова кругом, хотя Швиндельд, заметим в скобках, имеет и другое значение лгать, мошенничать. Почему скрывался Ленин в июльские дни, ясно, расклеили указ об аресте. Но почему притаился до? Временное правительство спланировало летнее наступление, чтобы в случае победы укрепить свое временное положение. Триумфа, как мы знаем, не получилось. Но это мы знаем, потомки. А современникам кто подскажет? Ленину, Сталину, Каменеву, Зиновьеву или бойцам Петроградского гарнизона, им-то с маршевой ротой в окопы из уютного столичного тыла. Великий Октябрь. Назывался когда-то переворотом. Формулировали еще проще. Солдатский бунт. Ну и в июле тоже. Пулеметный полк, сводный, 20-25 тысяч народу грозился выйти на улицу с пулеметами. Что прикажете делать? Хорошо, если наступление провалится, а ежели нет, недаром атакуют австрийцев слабейшую сторону, и соотношение в нашу пользу, и славяне с мадьярами сдаются толпами добровольно, предоставляется шанс. Оно как единственный, последний. Литературный прием, который мы в данный момент эксплуатируем, именуется несобственной прямой речью. Иными словами, приведенные выше соображения никому конкретно не принадлежат. Прошлое столь же темно, как будущее и настоящее. Попробуйте прояснить, кто выиграл Бородинское сражение. Наполеон, потому что забрал Москву, или Кутузов, потому что прогнал Наполеона. It depends, говорят англичане, как посмотреть. Когда-то Гегель ненароком и таратата наугад назвал историка пророком, пророчествующим назад. Комментатор уточняет, не Гегель, а Шлегель. Но поэт не слушает комментатора. Вопрос об июльском восстании. Подготовлено ли большевиками? Репетиция ли Октябрьского? То ли стихийный солдатский бунт? Вопрос этот остается открытым. А что мы сейчас объявим, не более как гипотеза. Ленин исчез на кадуне событий, ожидая, как повернется. Умом понимал рано, а сердце жаждало. По натуре он был теневой человек. Не Троцкий, не Зиновьев, не Луначарский, не Александра Михайловна Калантай. Те – публичные. А Ленин, подобно Сталину, предпочитал норочку. В 17 лет, когда повесили брата, сказал будто бы «Мы пойдем другим путем». «Не таким путем надо идти». Принимаю частично традиционное толкование, мол, пойду не с народниками-террористами, а склоняюсь к марксизму. Только откуда же в те времена марксизм в Симбирской губернии? Володя Ульянов по нашей гипотезе сказал вот что «Мы пойдем другим путем». Свою голову не подставим. Не отметаю свидетелей, что уличают вождя в личной нехрабрости. Никогда Де не дрался руками, избегал потасовок. Верю, однако же, Надежде Константиновне Крупской. Смел и отважен. Сидя в норочке, очень многое брал на себя. И прежде всего кровь. Не боялся крови, потому что не он начал. Первая его фраза на страшном суде. «Они убили Сашу». Отчего Ульяновы, кроме младшего Дмитрия, не имели детей? По нашей дикой, абсолютно не научной теории, так ударила казнь. Напрочь отшибла способность к деторождению. Казус Ленина должен бы убедить человечество или, по крайности, власть придержащую, власть имущих. Первое. Смерть, как мера пресечения, опасная вещь, обоюдоострая, вроде того меча. Второе. Нельзя казнить за намерения. У каждого повешенного, расстрелянного отыщется сын, брат, дядя, сосед и Бог весть, кто еще. И такого натворит, такого наворотит, на белом свете. Развяжет, допустим, гражданскую войну. Здоровье ему позволяет и совесть тоже. А это не всякому дано. Троцкий по нашей гипотене мечтал стать вождем. Стоять во главе партии, как Плеханов, как Ленин, ну, хотя бы как Мартов. и к июлю 17-го был меж или междурайонцем, не большевиком, не меньшевиком, не Плехановцем, не вступал никуда, уклонялся объединяться, подспудно надеялся, что он и его группа одолеют, сделаются главной силой социал-демократии, поведут за собой широкие пролетарские массы. Согласно нашей теории, эта надежда рухнула 17-го июля 1917-го года на площади Таврического дворца. там собралось чуть ли не полмиллиона. Матросы схватили министра земледелия Виктора Михайловича Чернова. 1873 город Камышин, 1952 город Нью-Йорк. Согласно нашей теории, в недавние времена о нем пришлось бы рассказывать особо, но сейчас, когда отворили спецхрам, ограничись библиографическим указанием, смотри, Чернов В.М. Перед Бурей, Нью-Йорк, 1953 год. Меня же когда-то поразил такой факт, наблюдаемый в газетном зале государственной публичной библиотеки. Вернувшись из эмиграции, в апреле 1917-го Чернов печатал в родимой эсеровской прессе. Другие не принимали собственные стихотворные переводы. Неплохо бы вставить какую-нибудь штрафу. Да тетрадочка с выписками жаль затерялась. В соответствии с нашей гипотезой Троцкий понял, что вот сейчас по его знаку займется пожар. Стоит лишь растерзать Чернова. Толпа опьянится, разом испугается и обнаглеет. Назад пути нет, только вперед и бросится на штурм Таврического. Но Троцкий не отдал приказа. Глядя на затравленного Чернова, предположительно и внезапно усек, что не сумеет не управиться. В лучшем случае вождь номер два. Вот Ленин в своем закутке Ленин, да, у него убили брата и он возьмет на себя. Товарищи! Закричал Троцкий, вскакивая на грузовик, я не допускаю мысли, я убежден, товарищ Чернов, вы свободны. и революция отодвинулась еще на четыре месяца. Продолжение через год восемнадцатого ноль седьмого тысяча девятьсот восемнадцатого. Здесь сошлись друг с другом братские войска, родственное оружие, общие знамена, мужество и мощь государства обратилась против себя, показывая, как слепа и безумна, охваченная страстью человеческая натура. В городе прапрабабки Екатеринбурге в последнюю ночь читал Плутарха свергнутый русской царь. Братские войска, родственное оружие, и не успел даже лечь, постучал Юровский. Срочная эвакуация, всем собраться внизу. И Николай Александрович осторожно снес на руках спящего сына, женщины сею. Юровский объявил приговор решения местного совета, и Николай Александрович, как пишет сердобольный английский автор, в растерянности спросил, вот, что, или, может быть, как, пли, тихо, сказал Юровский и махнул рукой. А через полвека, 18 июля 1960 далекого года, я беседовал в Питере с его дочерью об ее комсомольской юности, о многолетнем лагерном сроке, и все мне казалось, чего-то она ожидает, какого-то, что ли, вопроса, намека, подвоха, озирается, жмется, кутается в платок. Продолжение в XIX веке. Так говорит Греч. Кто он, да что? Смотрите в энциклопедиях, словарях. А говорит, повторяю, так. Едва ли случалось в мире какое-либо великое бедствие, возникало какое-либо ложное или вредное учение, которое в начале своем не имело хорошего повода благой мысли. Какой честный человек, истинно просвещенный патриот, способен равнодушно взирать на нравственное унижение России, на владычество в ней дикого варварства. Государство обширностью своею, не уступающее древней Римской империи, окруженное восьмию морями, орошаемое великолепными реками, обитаемое сильным, смышленым народом, представляет с духовной стороны зрелище грустное и даже отвратительное. Может ли существовать порядок и благоденствие в стране, где из шестидесяти миллионов населения нельзя набрать осьми умных министров, и пятидесяти честных губернаторов, где воровство, грабеж, взятки являются на каждом шагу, где нет правды в судах, регулярности в управлении, где добродетельные страж ждут, а народ коснеет в невежестве и разврате. При таком сравнении России с другими европейскими государствами рождается в каждой благородной душе вопрос, отчего у нас это так? нет ли средства искоренить зло и насадить добро? Вот и соберутся ревнители добра, обыкновенно люди молодые возьмутся судить, да рядить. Рылеев был не злоумышленник, неформальный революционер, а фанатик, слабоумный человек. Бывало, сядет у меня в кабинете, раскроет гамбургскую газету, читает, читает, ничего не понимает, дойдет до слова Конституция вскочит и обратится ко мне. Сделайте милости, Николай Иванович, переведите, что тут такое, должно быть очень хорошо. Однажды сидел и толковал разных неинтересных предметах вдруг говорит. Удивительно, как иногда можно очутиться в неприятном положении. Точно, отвечал я. Мало ли что, бывает. А что, по-вашему, неприятнее всего? всего-всего-всего неприятнее, если бы мне следовало завтра уплатить три тысячи рублей, а у меня ни копейки. Это пустое. Есть случаи, куда неприятнее. А какие? Например. Вот, сказал он, вперев меня свои вечно движущиеся маленькие глаза. Вот, когда бы вам открыли, что зреет заговор против правительства и пригласили бы в него вступить? А? Что бы вы сделали? Это решить нетрудно. Захохол да на съезжую. Возможно, сказал он, а если бы заговор был составлен для блага и спасения государства, как, например, против Павла Первого? Нет, Кондратьев Федорович, отвечал я, заговоры составляются не для блага государства, а для удовлетворения тщеславия и корыстолюбия частных лиц. Пользы не принесут никакой, кроме горького урока. Что же касается до заговора, который был против Павла, то, во-первых, участники его, князья да графы, не оказали бы нам великой чести содействовать их подвигам, а во-вторых, я гораздо скорее желал бы мыть на месте гусара Саблина, которому заговорщики изрубили голову, когда он закричал «Государь, спасайся!» «Неужели, как граф зубов шататься по свету с клеймом на лбу цареубийца?» «Да что вас так привязывают к царям?» спросил он с какой-то досадой. «Положим», отвечал я, «Вы ни во что ставите присягу, но между мной и царем есть взаимное условие. Он оберегает меня от внешних врагов и от внутренних, велит мастить и чистить улицы, зажигать фонари, а от меня требует только сиди тихо. Вот я и сижу». Рылеев скитался не знамо где, но к вечеру явился домой. У него собрались несколько героев того дня, сели за стол и закурили сигары. Булгарин, ошеломленный взрывом, пришед часов в восемь, нашел честную компанию за чаем. Рылеев встал, преспокойно отвел его в переднюю и сказал, «Тебе здесь не место, ты будешь жив, ступай домой, я погиб, прости, не оставляй жены моей и ребенка». Поцеловал и выпроводил из дома. в числе заговорщиков не было ни одного не дворянина, ни одного купца, артиста, ремесленника, чиновника, все потомки Рюрика, Гедемина, Чингисхана, бояр и сановников восставали против злоупотреблений и притеснений именно те, которые меньше всего от них терпели. Эти помыслы были чужды русскому духу, уму и сердцу, а в случае успеха подвергли бы нас Игу несравненно тягчайшему и предали бы Россию бедствиям, о каких нельзя составить себе понятия. «Мне тошно здесь как на чужбине, когда я сброшу жизнь мою, кто даст мне крылья голубине, да полечу и почию. Весь мир как смрадная могила, душа из сердца рвется вон, Творец, ты мне прибежище и сила, вонми мой вопль, услышь мой стон, приникни на мое моленье, вонми смиренью души, пошли друзьям моим спасенье, а мне даруй грехов прощенье, и дух от тела разреши». Рылеев в Петропавловской крепости повешен 13 25 июля 1826 года. Продолжение в прошлом веке. На чистом листе бумаги я напишу про генерала Потапова. Возможно, это М. И. Потапов, который накануне войны командовал 5-й армией, но я о нем ничего не знаю. мы стоим в очереди за газетами. Лето, пляж, народ благодушен и добр, поскольку располагает временем, беседуют о футболе. Опять наши продулись. Затем переходят к шахматам. Человек с длинным лицом, растянутым продольными морщинами, высказывается в том смысле, что настоящим чемпионом был Михаил Ботвинник. Во рту два золотых зуба. Они весело блестят. И странно наблюдать этот вставной неподвластный блеск. Зубы словно живут сами по себе, не подчиняясь тощему печальному человеку. Находятся другие. Толстый седой старик и мальчик в солидных очках под синью дерево на бидоне. вспоминают Олейхина. Мальчик не умаляет заслуг Ботвинника. Недаром именно с ним, да еще с молодым Кересом соглашался Олейхин встретиться на первенство мира. Старик подтверждает. И начинает казаться, что мальчик не вычитал свои сведения из книг, а видел все сам своими глазами через очки. На сорок первый год назначено было. Белые прозрачные волосы старика шевелятся и сквозь них просвечивает нежный розовый затылок. На июль месяц война помешала. он все время назад просился. Говорит мальчик об Олейхине. Его Сталин не пускал. И правильно говорит длиннолицый. Покинул родину, он неловко вскидывает руку, и все, рука падает, отрезая Олейхину путь домой. Выбрал себе по вкусу и живи. А пленные спрашивает старик. Мальчик кричит, что читал историю Великой Отечественной войны, и там все потери приводятся по немецким данным. И сколько убитых? И сколько раненых? Все по-немецким! Кричит мальчик. Пишут, что цифры завышенные, а своих-то данных нет. Мы их просто не считали, понимаете? Мы их не считали, говорит длиннолицый, весело блестя зубом. а пленных своих за людей не считали. И наступает черед генерала Потапова. Генерал Потапов, рассказывает, старик попал в плен. Он был ранен. немцы долго лечили его, чтобы переманить на свою сторону. Высокого ранга начальники, один другого главнее, беседовали с генералом. Наконец, вызвали Гитлеру. «Лично я, сказал Гитлер, не против Сталина, но он запутался в сетях мирового масонства, и надо его спасать. Так что, кто со мной, тот за Сталина». «Нет», сказал генерал Потапов. «Кто за Сталина, тот не с вами». Но все равно немецкие газеты напечатали, что выступает за них, а самого генерала упрятали в лагерь. Мальчик сидит под деревом на бидоне, подперев подбородок руками, голова запрокинута. Он еще в таком возрасте, когда смотрят на взрослых снизу вверх, даже сквозь очки, даже если прочитать большую энциклопедию. Том за томом, плюс ежегодники». «После войны», продолжает старик, «генерала Потапова судили и выслали. Но на той встрече с Гитлером было их трое. Был еще переводчик, стенографист, аккуратный немец, и строчил себе в уголочке. И бумажку эту нашли. Генерала Потапова освободили и восстановили в чинах, и вернули ордена, и доброе имя, и частично здоровье, поместив в госпиталя и санатории. «Я у него гаражом заведовал», говорит старик, «а он округом заправлял». Мальчик сидит в тени. Он несколько полный для своих лет, и детский его живот переваливается через резинку трусов. Тело бледное и пухлое, титры и берем